В опере телекомпании Круг новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналист информационной службы Якатерина Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Скандальная сессия Одесского областного совета. После драки между представителями фракции Анатолий Урбанский передумал уходить в отставку. Дворик на Старопортофранковской 87 в плачевном состоянии. ЖКС не выполняет свои обязанности. На улице Канатной заброшенный дом памятник архитектуры, который грозит обрушением, облюбовали осы и свилетом осиное гнездо. Медсестра Одесского военного госпиталя получила престижную награду – Орден Святого Пантелеймона. Групповая драка депутатов в зале заседаний. Поломанный микрофон и порванная одежда. Такой была внеочередная сессия Одесского областного совета. И неожиданный результат. Анатолий Урбанский передумал уходить в отставку с поста председателя. Противостояние политических сил началось еще на улице у входа в здание областного совета. Сторонники разных депутатских фракций организовали и пикеты в поддержку своих партий. Конфликт в зале вызвали противоречия между депутатами по поводу проведенных накануне переговоров представителей оппозиции и руководства совета. Как считает группа депутатов, участников Майдана, сделана попытка избавиться от первого заместителя председателя совета Олега Радковского и заместителя Юрия Демчогла. Є факт сьогоднішньої змови і спроба повністю зруйнувати, на превеликий жаль, демократичну коалицію, яку ми так довго і так ретельно зберігали. Ви всі, товариства, в тому числі я хочу звернутися до депутатів від політичної партії «Солідарність», прийшли до влади на хвилі революції досугідності. За те, щоб ви прийшли до влади, вмирали наші співвітчизники на Майдані. Я спільно з ними стояв. І мені прикро і гидко чути про те, що ви сьогодні готові йти на будь-які союзи заради того, щоб зберегти свої посади і місця. Заради того, щоб зберегти договорнічки і зберегти крісло голови Одеської обласної ради. Я прошу всіх, хто проявляє солідарність з моєю позицією, прошу выйти на трибуну і блокувати цю сесію. Блокування президіума переросло в столкновення противободствуючих партий. Недовольні позиції председателя депутата сломали його микрофон. До кровопролития дело не дошло. Паранський, Барвиненко, Бип, Бипнов, Кобысту раду, голова групи, Батлюк Олег Володимирович, заступник голови Червяков, член депутата. Я сказав. Анатолий Урбанский дважды объявлял перерыв для консультации с руководителями фракції по повестке дня. Пока одни совещались, другие тратили энергию на межфракционные разборки перед камерами всех местных и центральных каналов. Депутаты отказались даже рассматривать предложенный оппозиции вопрос об отставке заместителя председателя совета Юрия Демчоглова. Голосование об отставке первого заместителя Олега Радковского было внесено в повестку дня заранее, и сессия тайным голосованием освободила его от занимаемой должности. Вопрос об отставке главы совета Анатолия Урбанского был внесен им же самим также до сессии. Но после двух консультаций с представителями фракции председатель передумал. У нас есть в порядке денному еще один проект решения. Это про складание меня по властному божанию, полноважен головы областной рады. Так как я подав в этот проект решения, я его откликаю. Прошу это записать до аппарата. Если вы так плохо меня не можете провести, все-таки хотите, чтобы я остался, я останусь. Было ли решение Анатолия Урбанского ситуативным, или такой исход планировался заранее, знает только он сам и члены фракции блока Петра Порошенко. Под его руководством областной совет в его нынешнем составе может проработать еще год. Александр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпания «Круг». Мониторинг радиационного фона в Одессе проводится постоянно, сообщает пресс-служба Одесского городского совета. Исследованием занимается муниципальный центр экологической безопасности. Мониторить состояние фона начали после информации о взрыве ракеты с ядерным двигателем 8 августа в Архангельской области Российской Федерации. Взрыв стал причиной повышения уровня радиации в окрестных населенных пунктах в 16 раз. По данным Укргидромедцентра, в Украину сейчас пришел циклон с севера, который может содержать остатки радиоактивного загрязнения воздуха. Замеры проводятся в центре города, спальных районах, других местах массового скопления людей. По результатам исследований, радиационный фон в Одессе находится в пределах нормы. Вода на популярных одесских пляжах не соответствует санитарным нормам. Эксперты Одесского областного лабораторного центра советуют воздержаться от купания. В этот раз проблемными оказались пляжи на 10-й и 13-й станциях Большого фонтана и в Аркадии. Эти же пляжи вошли в список загрязненных и во время предыдущих исследований воды 13 августа. Однако отдыхающих не останавливают предупреждения Министерства здравоохранения. Большинство о них просто не знает или игнорирует запрет. Дворик по адресу улица Старопортофранковская 87 находится в плачевном состоянии. Однако ЖКС Фонтанский, с которым заключила договор местная ОСМД, не выполняет свои обязанности. В дворике по улице Старопортофранковская 87 проблем немало. Здесь разбит асфальт, потрескались фасады домов, во дворе никак не могут спилить аварийное дерево. Жители жалуются, что крышей также давно никто не занимался. Крыша настолько дырявая и гнилая, что она постоянно протекает. У соседки крыша так протекает, что у нее натяжной потолок в один из дождей опустился примерно как до середины комнаты. Ну, столько воды набралось. Во время дождей вода сносит различный мусор в подвалы, который лежит здесь неделями. Ни в подвалах, ни в самом дворе уборка, которая должна проходить дважды в неделю, практически не проводится. Уборка в водоре за июль месяц у нас произошла два раза. Фонтанский не убирает скандалы. Каждый раз акции вставляем. В течение многих лет двор не убирается. Внутри дома ситуация не лучшая. Здесь ободрана краска на стенах и потолке. Давно не красили ступеньки и перила. Также в доме неисправен водопровод. До второго этажа вода просто не добирается. ЖКС, который должен заниматься уборкой, поддержанием состояния фасада, обслуживанием электрики и сантехники, не реагирует на обращения. Там вот такая куча папок претензий. Покрешили. Нужно в день на сей день период проверку каналов, вставлять акт. Тоже так же. Деньги платим, а они не дают. В последний год не дали акт. Пишем, пишем. Так же дерево, видите, как аварийное. Уже куча писем. Уже уголовное дело будем открывать. Тут не уголовное дело. Суд будем подавать. Дерево не испиливает. Как уверяет глава ОСМД, оплатить наемным рабочим для проведения ремонта и уборки ОСМД не в состоянии. Жильцам остается только решать проблему самостоятельно, либо передать полномочия другому жилищно-коммунальному сервису. На улице Канатной заброшенный дом, памятник архитектуры, который грозит обрушением, облюбовали ОСМД и свилетом осиное гнездо. Теперь людям следует остерегаться не только опасного здания, но и роя ОСМД, которое облаком летает над ним. Недалеко от парка Шевченко здание на улице Канатной, 28, изначально знали в городе как доходный дом Ливанского. Позднее оно стало прочно ассоциироваться с именем еврейского писателя Шалома Алейхима. Сегодня этот дом – такой же островок Старой Одессы, как и многие другие дома поблизости, в центре города. И примерно в таком же состоянии, требующем ремонта, как минимум, фасада. Отметим также, что дом изрисован неуместными картинками, граффити и рекламными надписями. И вот теперь, разрушенное временем и забытое городскими властями здание, населяет Рой ОСМД. К сожалению, осиные гнезда – не редкость на балконах жилых домов. Осы агрессивны, часто их укусы вызывают аллергические реакции. Яд особенно опасен для маленьких детей, поэтому уничтожение ос в жилых зонах должно производиться обязательно. В зеленой территории – это уже вопросы, да, что с поживкой ложкой. Возможно, мы сами оказывали помощь, приложили холод, лед. То есть антистаминные препараты принимали. На сегодняшний день, 21 век, у нас люди все могут оказать самопомощь. Первую необходимую медицинскую помощь друг другу. И каждый сам себе индивидуальный. Люди, которые аллергетики, они, в принципе, понимают свою клинику, понимают препараты, которые им необходимо в первое время ввести после контакта с аллергеном. Вывести ОСМ полностью можно только подвергнув уничтожению гнездо. Кому же обращаться в Одессе за помощью, если вы заметили осиное гнездо? Вот и получается, что в Одессе в этом направлении четкого налаженного процесса нет. Например, как во Львове, где к уничтожению осиных гнезд приобщаются общества пчеловодов. И, в свою очередь, Управление Госпродпотребслужбы предоставляет информацию, адреса и номера телефонов об организациях, которые занимаются уничтожением осиных гнезд. Надеемся, в скором времени одесситы и гости города не будут тратить время на прохождение инстанций, ожиданиях ответов, пока городской совет рассмотрит заявление на удаление осиного гнезда. Ведь на самом деле это даже не проблема, а скорее хаос в структуре Управления Одессы, который подвергает опасности жизни одесситов. В Одессе запустили бесплатное мобильное приложение MyPol для мгновенного вызова правоохранителей. Одесса – 11 регион, где приложение стало официальным каналом связи между правоохранительными органами и гражданами, сообщает официальный сайт национальной полиции в Одесской области. Так одесситы смогут связаться с полицией, нажав на кнопку SOS, которая автоматически передаст данные и координаты заявителя. А в специальном меню можно квалифицировать вид нарушения. Более того, программа легка в обращении и для людей с ограниченными возможностями. Сервис для всех бесплатный и поддерживается мобильными операционными системами iOS и Android. По словам заместителя руководителя проекта Никиты Стетюк, через функцию push-сообщений пользователи будут получать информацию об оперативной обстановке в городе и смогут изменить свои маршруты. Интерактивная карта поможет гражданам найти ближайшее территориальное отделение полиции или медицинское учреждение, а имеющиеся рекомендации подскажут, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Кроме того, в приложении можно отчитываться о выявленных преступлениях и оценить работу каждого полицейского по индивидуальному номеру его жетона. Полицейские провели профилактические рейды в курортной зоне Одессы, а также в Грибовке и Затоке. В ходе рейдов выявлено более 30 административных нарушений. По каждому из них составлены соответствующие протоколы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления национальной полиции в Одесской области. Мероприятие проходило на территории курортных зон Одессы, Грибовки и Затоки. В ходе отработки выявлено около 50 фактов нарушения законодательства. Во время рейда полицейские обнаружили 10 заведений, которые реализовывали алкогольные напитки без лицензии. Продавцы таких точек были привлечены к ответственности по части 1 статьи 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За торговлю в неустановленных местах составлено 31 административный протокол по части 1 статьи 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Еще два человека привлечены к ответственности по статье 152 Нарушения государственных стандартов, норм и правил благоустройства территорий населенных пунктов. Кодекса Украины об административных правонарушениях. Особое внимание правоохранители уделили нарушениям в сфере трудового законодательства. В результате 7 случаев незаконного использования труда подростков и 2 случая использования труда малолетних детей. Сейчас по одному из случаев следователи уже проводят досудебное расследование по части 1 статьи 150 эксплуатация детей Уголовного кодекса Украины. По другим проводится проверка, решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований. По аналогичной статье, превентивные мероприятия на территории Одессы и области продолжаются. Инна Маргуна мечтала связать свою жизнь с медициной с детства. Сразу после окончания медучилища девушка пришла работать в военно-медицинский клинический центр. Она выбрала ответственную специальность операционной медсестры в отделении абдоминальной, неотложной хирургии и коллапрактологии. Инна признается, она ни разу не пожалела о своем выборе. Поначалу было просто интерес и большое желание работать в операционной. Потом уже, когда начинаешь понимать, что это, становится еще интереснее. И появляется желание помочь больному. Инна считает, что недостаточно быть опытным специалистом, нужно уметь сочувствовать пациентам. Медсестра вспоминает случаи, когда пациентам больше всего нужно было доброе слово и поддержка. Когда приехал молодой парниша, лет 22-23, наверное, и у него пол ноги уже не было. И он хватает за рукой, говорит, и вот прямо аж умыляет, только ногу не отрезайте, только ногу. За высокий профессионализм и преданность работе Инна получила орден Святого Пантелеймона. Это общественная награда, которая присуждается за коммунистическую и самоотверженную деятельность в области здравоохранения. Награда была согласована и благословлена предстоятелями трех крупнейших христианских церквей Украины. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего доброго, до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 17 августа в Одессе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 тепла, днем 24-26 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok